Ребят, я очень редко нахожу каналы, которые мне действительно очень нравятся. И вот недавно наткнулся на парня, которого зовут Денис, он родом из Харькова, и он буквально сразу же заставил меня посмотреть его 10 влогов подряд. Я очень сильно вам рекомендую подписаться на его канал, лайкайте, комментируйте, пишите, что вы от Тружковского, ссылочка на его видео снизу, вот где-то вот здесь, вот тут в описании. Что хочу сказать, вы меня извините за такую вот вставочку в начале. Мы сняли самые пьяные ответы на ваши вопросы, и влог получился 2 часа 20 минут. Это просто катастрофа. Я вот сейчас его по третьему разу нарезаю и ускоряю, и еще что-то, и все равно получается час 40. Мой брат предложил разделить его на две части. Загрузить сейчас первую, а вторую часть загрузить только в том случае, если это видео наберет 5000 лайков. Если оно не наберет 5000 лайков, то я просто оставлю это в своих архивах. И еще один момент. Буквально недавно мне позвонили с партнерской программы и сказали, что Андрей, поскольку YouTube изменил способы уведомления твоих подписчиков о том, что у тебя вышло новое видео, и способы выведения их в рекомендации, то посоветуй своим подписчикам сделать такую штуку. Смотрите, я вам сейчас покажу. Заходите на канал, нажимаете сюда и просите YouTube уведомлять вас о том, что вышло мое новое видео, потому что я публикую их довольно-таки часто, а уведомления вам приходят через 3, через 4, через неделю. Я бы очень был бы рад, если бы вы мне помогали развиваться, потому что ваши просмотры, ваши лайки и ваши комментарии, они меня очень сильно мотивируют. Я не против того, что вы пишете много чего плохого, я не против того, что вы пишете много чего неадекватного, но вы точно так же пишете адекватно. И вы видите, что мы стараемся и делаем то, что вы просите. Мы стараемся для вас. Если я вам интересен, лавки-чмаки, цемки-бомки, ставим лайки, комментируем, и следующий ответ на ваши вопросы будет еще более сумасшедшим. Только, пожалуйста, пишите только интересные комментарии. Комментариев было 400 штук, мне пришлось удалить порядка 140, и все равно я сейчас просматриваю и понимаю, что я уже отвечал несколько раз на ваши вопросы. Все, всем спасибо, приятного просмотра. Это первая часть, вторая будет после 5000 лайков. Я ни хрена не буду нарезать, это будет очень длинный влог. Блондинки или брюнетки, карие глаза или голубые. Это либо фильм, либо сериал. Ты вообще серьезно пользуешься к этому? Хуй ты тут сидишь, блядь? Мы, сука, душу вкладываем. Сценарий читал, чё ты, блядь, пришел на работу, пьяный? Сиски или жопа? И сиски, и жопа. Это я. Я тебя понял. Ну, всякий на секундочку, слышите, сюда. Подушку, насядь на секунду. Ребят, это очень спонтанно все произошло. Мы сидели в офисе, и я решил записать ответы на ваши вопросы. И так получилось, что брат принес бутылку Джека. Ой, так получилось. Вот она. Каждые 10 вопросов мы будем выпивать. За ваше здоровье. Нам просто нужен был повод, чтобы накидаться. Во-первых, я хочу вас всех попросить подписаться на Тимура, моего брата, и на Никиту. Потому что мы втроем как одно целое, а вы чё-то так не по-братски подписываетесь. Давай сюда. Давай, ты пока распаковывай. Хорошо. Ты сорвал крышку. Поехали. Я открываю Инстаграм, и это будет первый вопрос, на который мы все будем отвечать по очереди. Это будет очень длинное видео, поэтому приготовьтесь. Итак, начинаем. Вопрос номер один. Какое прозвище было у тебя в школе? О. Дудка. Дудка, да, кстати. А будем объяснять, что? Не. Объясню, была игра такая, Ultima Online, у меня был персонаж Дадли. Я думал все время, что Дадли это как из Гарри Поттера, но он просто назвал его Дадли. Его начали назвать Дудкой. Но, кстати, в школе тебя так не называли. Вот во дворе, там, где мы жили, да. У меня было Труш, просто Трушем меня называли, и это длилось до университета. Еще Белявчиком меня называли. Беляш. Чупча. Ну, понятно. А ты придумал? Я сразу удаляю вопрос. Ты когда-нибудь употреблял наркотики? Нет. Хотя, возможно, здесь каждый день. Только траву курил. Ну, да. Как ты считаешь? Кстати, Никита до сих пор употребляет. Так, следующий вопрос. Если была возможность, то ты куда бы отправился? В будущее или в прошлое? В прошлое. Насколько далеко? Там такого вопроса не было. Понятно. Я бы отправился, если в прошлое, то буквально недавно, чтобы что-то изменить в своей жизни. Если вопрос целиком, то в будущее. Я хочу посмотреть, что будет дальше через 100, 200, 1000 лет. Это к цыганам, да. Ты отвечай. Я бы в прошлое. Чисто, чтобы воспользоваться преуществом. Я не спрашиваю. Кем бы ты хотел стать в детстве? Огромным лучшим чуваком с татуировками. Да, это тоже, я считаю, это сложный вопрос. Я себя долго искал флутболистом, баскетболистом, короче. Я на много кружков ходил. На тейк-мэн, да, даже помню, ходил. Я хотел стать, я не знаю, честно, вот вообще не знаю. В голове не выкладывается. Я тоже не кем. Я любил ломать все. Ты же метом. Я был очень занят, она у Леню хоть кем-то, чтобы мечтать, кем бы стать. Хорошо, вопрос не куда-то, какой был по счету? Четвертый. Кем бы ты хотел работать? Мне нравится моя работа. Я хочу стать профессиональным актером, но пока что это с трудом удается. Я бы тоже хотел джилл-бизнес плотненько, но мне нравится. Я тебя спродюсирую. Как ты любишь проводить свободное время? Активный отдых. Очень часто хожу в кино, очень часто. Очень часто ходю в кино, подтверждаю. Я очень сильно люблю смотреть фильмы и читать, но читаю я в 10 раз реже, чем смотрю фильмы. Люблю ходить в кино, но очень редко туда хожу. И, наверное, самое идеальное времяпрепровождение для меня было бы это загорать на пляже. Я люблю тусовки. Только именно жесткие тусовки. Смотри, вопрос номер два. Ну, наркотики ты не пробовал. Или три, да. Чем занимается твой отец? Тут ответим за двоих. Водитель в организации. Да, с этого мы окончим. Отец всю жизнь был водителем, и ему это нравится, и слава богу, что хобби совпадает с работой, и он счастлив. Типографический дизайнер. Типографический дизайнер. Кургатов. Я же знаю, когда купил за биогромные учебники по фотошопу. Да, ты же затянул. Самая большая твоя зарплата. Если ставка, то... Нет, тут вопрос типа... Зарабатывал за раз? Вот, да, просто за раз. За ночь? За что? Вообще один подъедей. В руки дали, в трусики в руки. Ну, я думаю, тысяча стол за месяц. За один раз? Вот так просто бабла. Не помню. У меня три тысячи долларов была самая большая. За съемку. Может, чуть больше. Будут ли фан-встречи по Украине? Будут. Мы давно предлагаем. Будут. Будут? Ты скажи, не будут. Не, не будет. Вопрос к моему брату. Когда в Нью-Йорк? Когда в Европу? Как только стиль в мою офисе. Да, как только дадут визу. Из подорезда. Кстати, если ваш отец консул, то свяжитесь с нами. Я в Нью-Йорк планирую либо в конце января, либо в феврале, но больше не в Нью-Йорк, а в Лос-Анджелес хочу. Никита может пропустить вопрос. Да. Это какой по счету? Это восьмой, да. А еще рано? Здесь отвечу я. Кто и почему тебя назвал трушок? Так назвал меня Саша Шапик, и он попытался это приклеить. Ну, короче, оно так и завелось, но я не реагирую на это. На что ты готов пойти ради больших денег? Самое безумное, ну и, соответственно, за сколько денег? С учетом того, что мы каждый день обсуждаем такие штуки, что бы ты выбрал? Все зависит от суммы. Я думаю, я вот прям искренне убежден, что за миллион долларов, когда к вам приходит человек, открывает чемодан и говорит, этот миллион долларов будет твой за то, что ты сделаешь, за то, что я сделаю, он сделает, она сделает, что угодно. Любой человек согласится, если будут удобные условия. То есть, если я бы согласился, наверное, почти на все, что угодно, отрезать палец, руку, трахнуть кота. Но только так, чтобы об этом никто не узнал. Посмотрите фильм «Коробка», там есть классная тема насчет темы денег. Мне страшно представить, что это. Чувак, ты за 400 гривен скатился с горы? Нет, это не миссия. Но дело не в том, что скоро... А, ты боишься даже представлять? Да. Ну окей, да, согласен, Никита, как раз на все. Давайте, это был 10 вопрос. Ребят, ваше здоровье. Полные жилипоны, давай начислять. Как долго планируешь снимать? Это увлечение для тебя? Долго, да, это увлечение для меня. Для меня тоже. Это хобби, которое переросло в удовольствие. И я уверен, что влоги помогут мне развиваться намного быстрее, масштабнее и становиться более качественным человеком, прежде всего. Меня даже не спрашивайте, я понятия не имею, что я это делаю. Что он здесь сидит. Не хочешь отправиться в путешествие по городам России и делать в городах фан-встречи? Хочу. Хочу. Не хочу. Скажите ваше фирменное кредо по жизни, если есть такое. И, собственно, к чему стремитесь в этой жизни? Если хочется, значит надо. Если хочется, значит надо. У меня есть два любимых. Поишься не делай, делаешь, не бойся. Не, у меня... Главное, что один раз не видят. Это твое, да? Как ты там говоришь? Как тебе написано? А я знаю 100%, что нет такой штуки, как судьба. Есть только ваш выбор. Поэтому абсолютно все возможно до тех пор, пока вы его не сделали. Как ты представляешь свою старость? Я знаю, он говорил. Бухается старыми бородатыми, зататированными дедами в какой-нибудь РОП-66. Ну, ясно. Как у Дэна Белгаряна сейчас? В инстаграме. Он малой. Это шо, как выглядит как старый? Я думаю, это сверху жареная. Я бы хотел очень сильно... Как в Дне Памяти. Ой, я сейчас заплакиваю. Не, я шучу. Я бы хотел в лет 65 ехать на спортивной машине за рулем. Чтобы не отсасывали две близняшки. Я не знаю, как они туда влезли, но они там должны быть. И чтобы я просто целенаправленно въехал либо в стену, либо с моста. Или два близнеца. В каком случае, брать апресетки, чтобы... И ты въехал в стену, и оп. Окей, отвечай. Или это твой отец был. Давай дальше. Не, я, честно говоря, я бы хотел где-то съебаться в тайгу. И тупо смелее бегать по снежу. Голым. Да хоть бы и голым. Если они меня возьмут в стаю. В старости. В старости не сможешь бегать. Хорошо, давай дальше. Ты приедешь в Одессу? Да. Никита не знает. Не, я не приеду. Хотел бы когда-то приехать в Бердянск. Ребята, давайте мы сейчас... Охеренно хотел приехать в Бердянск. Блин. Ого. Там бабушки, да? Да, знаете, у меня одно рубль из Бердянска было. От меня. Лера... Ни хрена не знаю, кроме косы на Бердянске. Хотя мне тоже кто-то звонит на Бердянске. Да, мы все ответим, да. Задумывались ли когда-либо о самоубийстве? Или проскакивала хоть на секунду такая мысль? С каких причин? Нет. Никогда вообще не было. Я думал несколько раз о том, что я готов убить человека. Сколько стоит билет в Америку? Ребят, вы знаете? Ребят, гугл. Окей, гугл. Самый дешевый, который я покупал, это был 400 долларов. Нереально крутая авиалиния. Самый дорогой, который я покупал, Саша, это был 980 долларов. А в среднем от 500 до 4000. Чё плюс бесконечности. Как ты закончил школу? На тройке. Отучился 11 классов, отучился 11 классов, закончил с одной всего лишь четверкой с плюсом. Все остальное были 5-5 с плюсом. Бурсу закончил. Нет, тоже 11 классов. Тройных вообще не было. То есть отличник по некоторым предметам, а так четверки. Я знаю одно, что брат ушел работать и нам придется отдуваться вдвоем. Аль, момент. Вот, что вы понимали, я здесь, отсюда отвечаю на ваши вопросы. С чего ты начинал свой путь к популярности и чего добился? С чего я начинал? С того, что был моделью, снимался в клипах, в журналах, в сериалах. Чего добился, вы все и так знаете. Думаю, предмету же сам. В этой стране я не популярен вообще. А какой популярен? Тернальный. Тернальный меня знают очень молодой. Но знают за смотри, вопрос номер 3. Сколько вы сейчас зарабатываете исключительно на YouTube? Могу ответить, нихуя не зарабатываю. Не, ну как, я вот заработал. Смотри мой последний пост в Instagram. Тысяча четыре в месяц. Насколько сильно ты зависим от внимания и денег? От внимания вообще не зависим от денег. Я очень жадный к другим. Я не знаю, я люблю внимание, но только тогда, когда я его хочу получать. То есть, если я нахожусь рядом с человеком, от которого мне интересно получить внимание, я зависим. Но если мне его не дают, все, по поводу денег, я от них зависим, потому что я знаю, как их зарабатывать, я знаю цену и я знаю, как их правильно тратить. То есть, я стараюсь глупости не покупать. Но я от них не зависим. В последнее время все чаще и чаще я расстаюсь с ними абсолютно легко. Что для тебя дороже всего? Кроме вот этой вот игры, которую ты играешь. Чувак, очень трудный вопрос. Очень пространный. Дороже всего в плане материальном, меркантильном. Да просто ответь, что для тебя дороже всего? Семья, друзья. Для меня семья, родственники, родители, близкие. Да, то есть, будет у меня моя семья, она будет для меня дороже, чем какая-то другая семья. Но это не значит, что я забуду своих родителей. У тебя есть высшее образование, пригодилось ли оно тебе? Оно у меня есть, диплом даже не забирал. Нахер, никогда оно, наверное, мне не пригодится. Пригодилось только в плане общения с людьми. То есть, как самообразование, только, вот я бы сказал, среднее образование, как расширение общего кругозора. Знаете, поддержать разговоры и не быть полным дебилом. Образование дает смекалку, прежде всего. То есть, быть студентом надо каждому. Вы начнете иначе думать. Если мы говорим про профильное образование, это полная херня, потому что вас на производстве все равно переучат. Давай, это десятый вопрос. Мне огненько попадает. Лупим, лупим. Да, да, да. Мне кажется, мы не доживем до сотого даже. Братан. О, у вас сейчас уникальная возможность. Сколько ты человек скорее налила? Как? Я тебе говорю, потому что с топорями пить легче. Эти, блядь, разбавляшки, вот они, они это зло. Достаточно. У тебя машина на газу? Нет. Ты занимаешься спортом, я еще так, то я ким. Я хожу в тренажерный зал, до этого занимался боксом, в детстве ходил на танцы. Сейчас только зачик, и то не всегда есть время, потому что очень много работы. Я занимаюсь, но с переменной успехом. Если занимаюсь, то очень плотно. А если я не планирую посвящать всего себя этому, то я просто забиваю на это. И дополнительный вопрос под этим вопросом. Сколько даешь от груди? Ребят, у меня разрыв грудной мышцы, у меня отсюда, досюда нет мышцы. Мне любое телодвижение, что касается, вперед руку, назад руку, очень больно. Но я делаю упражнения на грудь, беру где-то 100-120 фунтов. 60 кг. Да, 60 кг. Дальше мне очень больно, вот прям по штангу. Что штанг считаешь? Да, штанг. Максимум вот сейчас могу на пару раз, чисто на... Я боюсь, что она опять оторвется. Это 140 фунтов. Больше я даже не пытался, потому что действительно больно. Никита делает сумасшедшие весы. Я делал максимум 120 кг на 4 раза сам, без помощи. На что обращаешь внимание в первую очередь при знакомстве с человеком? Наверное, на его воспитание, на манеру общения, на то, как он себя позиционирует, выпедривается он или нет, то есть на искренность. Конечно же, на часы, ботинки, украшения, на его телефон, маникюр, на его укладку, на то, сколько он оставил чаевых, на то, какое блюдо он заказал, на товарищ... Это все, что он сейчас говорит дурацким голосом, это он за меня говорит. Да? Ну все, идем дальше. Где будешь праздновать Новый год? Я дома выпью бокальчик вина или шампанского, или Агус Пати, я так праздновал прошлый Новый год. Праздновать Новый год будешь здесь? Так хер его знаю, для меня это не праздник, у меня каждый день праздник. Каким было твое первое слово знать, не знаю, полагаю, что мама. У меня, наверное, дай. Это будет твоим последним словом. Дай пока. Как познакомились ваши родители? Мой отец родился и вырос в Киеве, на Печерске, коренной печенег. Печерянец. Печерянец, печерянец. Печерка. Он очень сильно не любил иностранцев, приезжих и все тому подобное. Черных. Зверей. Черных, да. Зверей. Короче, мой батя на Печерске был главарем, и мама приезжая, студентка, старше его на 2 года, захотела потусить с классным столичным парнем. И вот так вот они 8 лет встречались, а потом хопа, и 31 год в браке, и у них такие два дебила. Жаль, нет второго здесь. Я не знаю, мой кратер очень непростая история, все бы добавить. Что тебе может заставить прекратить снимать видео, кроме отсутствия желания это делать? Возможность, ну то есть если у меня нет возможности снимать, то я могу прекратить на долгое время. А так, я хочу снимать, я хочу вам показывать, я хочу с вами делиться, я хочу вас учить чему-то, вас мотивировать и влюблять вас. Я пьянеть начинаю, отвечай. Типа я их и так снимаю. Хотя еще тот каблук в отношениях, если мне баба скажет, все, я не хочу, чтобы ты снимал, я если буду ее любить, то прекращу. Это правда. Андрей любит тупо всех, с ним встречается. Ох, я не знаю, что сейчас эта герва. Рот закрой свой погадный. Я так ее люблю. Так зашивается гусь. Так типа я зашивался много раз. На твоей истории ошибся один раз. Так ты зашивки в зашивку. Ну да, это правда. У тебя стопроцентный хилл стейк. Почему тебя назвали Андреем? Так звали моего прадеда. А у меня отец верующий. Он меня назвал по житию святых в день рождения. А я родился в день Петропавла. Не верующий тебя, боже. Привет, а ты мог бы снять видео с непопулярным блогером или человеком, у которого одно или два видео на канале? Короче, не буду дочинывать. Он снимал видео с программами без канала. Я очень часто это делаю. Сегодня был на съемке и снялся с девочкой, которая уже загружает это сотое видео и у нее никак не идет. Я оставлю на нее ссылку абсолютно бесплатно. Все мои друзья, все мои знакомые получают от меня пиар. Как бесплатно? Да, мой ответ, да, это возможно. Но только если вы интересный человек, только если вы мне нравитесь, либо вы предлагаете мне что-то интересное. А, если это вопрос издалека. Ты же понимаешь, что у тебя тоже есть база, на которой ты можешь пиарить людей? Да. Все, ответил. Нет, смотри, пиарить, вот сразу прикол. Пиарить человека, который хочет пропиариться, нет. Ну, не прикол, когда тебе подлетает уже сразу с этой идеей, то это как бы... Что ты ценишь в жизни больше всего? Жизнь. Ну, здоровье, наверное. Ну, кстати, да, глупо звучит, это с моей стороны, но... Я ценю любовь. Никита не соврал, я могу зашиться очень быстро. И я ценю детскую жизнь, я очень сильно люблю детей, и я за то, чтобы их было очень много, как в Китае. Да ты зато трахал меня, дует на меня. Короче, я ценю семью, очень-очень сильно. Какие машины нравятся больше всего? Марки кузова. Я люблю немцев, я очень сильно люблю немцев и уважаю японцев. Марки кузова, это... Я люблю все. Меня когда-то научил старый друг моего брата, никогда не говори на машину говно, если ты не можешь себе ее позволить. Да дело не в том, нравится или не нравится, дело в том, что человек может себе позволить. Разумение. Я хочу Lamborghini себе, Aventador или еще какую-то, но... Нравятся практичные машины, джипы, скорее всего, потому что в нашей стране на седанах тяжело ездить. Тебе? А я в машинах не разбираюсь, поэтому... Поэтому он на Великих хочет ездить. Кстати, я ездил на Великих. Короче, я сбился с счета этих, отвечаем на вопросы, певаем. Какую черту характера ценишь в людях и приедешь ли ты еще в Крым? Сразу два вопроса. Черту характера, преданность очень сильно ценю и... Вот, кстати, в русском языке преданность звучит как-то не очень, да? Вот в английском есть лоид. И приедем ли мы в Крым? Да, я очень сильно люблю Крым. Я его тупо обожаю и хочу туда приехать. Очень сильно. Я приеду везде. Пальзель, стакан. Пальзель, стакан. Поехали. О чем ты мечтаешь? А ты сейчас опять убежишь? Да, наливай, наливай. О чем ты мечтаешь? Что ты будешь делать, когда исполнится твоя мечта? Не, не надо, жахни так. А я не мечтаю, я планирую. На ливне я мечтаю о том, что я стою в Лос-Анджелесе, на Холливуд бульваре, в китайском кинотеатре, где происходит церемония Оскар. И я говорю, thank you to my mom, thank you to my father, thank you, thank you Academy Awards for letting me to win this. Yeah, yeah, to all Academy Awards for giving this work in the day. Thank you for this majestic war and blah, blah, blah. Shut up. Yeah, thank you to all the film crew, give me this opportunity, you know, I really appreciate it. Подожди, мы еще выпукнем, еще рано. Да, короче, я хочу выиграть Оскар, реально, я очень сильно его хочу выиграть. Рано, рад. Не тупо залезаться с Леонардо Ди Каприо. Я мечтаю, потому что смотри вопрос номер 12, бежать по снегу с мельюнями Пэнги. Не, это херня, давай отвечай, чтоб нормально. Так а что за вопрос? Ну, о чем ты мечтаешь и что будешь делать, когда мечта осуществится? Я мечтаю о полной вообще независимости от системы. 5,5,3. Нет, это не. И когда я мечтаю осуществиться, я буду делать абсолютно ничего. Я буду сидеть на пляже, где ты в голову. А я не буду останавливаться, я просто сделаю чек и придумаю что-то новое. Самый красивый поступок для девушки без преувеличений. Я, наверное, помню твой красивый поступок. Аборт, оплачен, путевку на аборт. Я помню, как ты где-то 4 месяца работал, вкалывал, просто никуда не выходил. Ааа, я тебе скажу, да. Тупо все зарплаты, все свои деньги копил, собирал и купил украшения для своей девушки, которая должна была приехать. Она жила в другой стране. Было дело. В конечном итоге переспал с таксистом на пробитые деньги. Самое красивое, что я делал, это когда мы, помнишь, собрались и поехали в Одессу извиняться перед моей первой любовью. Нет, только с тем таксистом поехал. А, который тебя страшнул? Это было потом. А я вот реально сейчас пытаюсь вспомнить. Я делал до такой степени много поступков, много глупостей ради любви, ради женщины. Ради его любви. А что, блядь, ради твоей? Нет, 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 девушка как бы не оценила это как красиво. Конечно, не оценивала. Она это оценивала, как ты, ты что, сколько еще, блядь, будешь мне теперь? Ребят, я очень много чего делал. Стал, сделал быстро. И это то, что мой внутренний мир, я его не хочу выносить на показ и... Ну, уже как бы поздно. Не, не поздно. Я не буду отвечать на этот вопрос. Штрафной? Не, не пошло. Оооо! Оооо! А ты так уже ответил, ты просто не выводишь, но ты уже ответил. Какая ты чувствительная сучка, поехали дальше. Ты больше похож на маму или на папу, и кого бы ты выбрал, Шапика или Бумчика? Второго я не знаю вообще. Кому на беде Баа? Первый получается. Он похож на папу. Один в один просто. У него даже есть какой-то документ, куда он вклеил батину старую фотку с Советского Союза черно-белую. Один в один просто. Я бы выбрал Шапика. По поводу того, на кого я похож и очень сильно похож на маму. На дядю? Я не знаю на кого. На папу, на папу. Как бы видел фотографии молодого папы, вообще один в один. Сейчас, наверное, больше, по-моему, на Лиге похож. А что там, Шапик, Бумчик, я хуй его знает. Не в теме. Так и ездите на своем танке, и почему вы так тупо стебетесь над Никитой, себя же выставляете луками? Да, меня это тоже интересно, где он с этой стороны посмотрел. Ответ, да. Мы ездим на нашем танке, но ездим на нем только когда тепло. Сейчас в данную погоду он стоит в гараже. Чего мы стебемся над Никитой? По поводу, во-первых, стебется, ребят, никто на дома не стебется. Дело в том, что стеб происходит постоянно, но они просто снимают чаще. Просто мы чаще снимаем, да. И выкладывают это все. Но ясное дело, в монтаже вы видите, особенно у Тима, вы видите, какой Тима охуенный пацан. Это все, что попадает в кадр. Это правда. А Никита иногда снимает прям нереальную жесть, которую мы настоятельно ему рекомендуем не выкладывать. Рекомендует. Да. Ты это выложишь, все, блядь, я не правда в Таилан. Да, он иногда снимает такую внутреннюю штуку, что просто не хотелось бы, чтобы кто-то знал. Слабо приехать в город Белая Церковь и пойти гулять в парк. Ребят, все, что касается, вот я сейчас, это крайний вопрос, который мы отвечаем на... Короче, топографические вопросы больше мы не будем затрагивать. Ребят, мы готовы приехать куда угодно, абсолютно в любую точку мира, но по двум причинам. Первое, нам туда надо, второе, нас туда позвали. Просто, да, смотрите, вопрос, он, если вопрос, поедем ли мы, мы вам сразу говорим, что мы поедем везде, у нас нет каких-то преград там моральных. Давай, при... Подожди, а вопрос... Да ну, а что, да. Я уже давно о чем-то говорил. Да ты говорил о том, как корабли бразили... Не, а вопрос типа слабо приехать ко мне. Так, тебе, блядь, слабо. Поехали. Три вопроса и пьем. На что свертаешь увагу, признаемся с девушкой? На что обращаешь внимание, признакомься с девушкой? А что три вещи? Там их две. Первое, это внешность, второе, это первые пять минут и разрыва. Я очень сильно люблю, когда девушка выглядит натурально, когда она не накрашена. Это ее внешность. Не вот такие брови, это ее внешность, понятное дело. Тебе никто не спрашивает, какие тебе девушки нравятся, ну что обращаешь внимание? Да, она должна быть ухожена и натуральна. И в любом случае она должна зацепить меня чем-то. Если она тут поголовая... Ну все, поехали. Сейчас баба зайдет сделанная, ты не будешь смотреть на нее. Я глянул, он такой... О, я бы зашился, да? Кстати, девочка, которая выиграла тапки, мы тебе их до сих пор не выслали, они вот тут где-то лежат. Они в багажнике. Они в багажнике. Мы тебе их выслали. Ну у тебя такая прикольная фамилия, я тебе брату все время говорю Кица Чалет. Это мало кто. Кто в вашей семье любимый ребенок? Я в нашей семье, я не тружковский. Я плаченький. Я сам отвечу на этот вопрос. В семье тружковских нет любимых детей, нас любят одинаково. И я это... Только чувак, не так много, хорошо? Это она наливала, нет. Я это понял еще в детстве, когда на каждый день рождения брата я получал подарок. На каждый мой день рождения он получал подарок. То есть мы все время были в любви и не испытывали никакого различия от отца, от матери. Никто нас не делил на любимчиков и нелюбимчиков. Но вот к нам вернулся наш брат. И мама, когда видит его, говорит, о, наш младшенький приехал. Насколько ты зависим от мнения окружающих? По барабану вообще. Нет, уже так по барабану. Да, в последний месяц я чуть парился от ваших комментариев, но сейчас вот наса сихуй. Я вообще не знал, что у окружающих есть мнение. Давайте пьем. У окружающих есть мнение? Почему же за это? Я извиняюсь за этот жест, я просто уже под выпиши. О, это для нашего подписчика вот этого. Крутого. Продолжай писать. У тебя пидрило этот. Аватарка Сигур не выиграет из чужого, по-моему. О, особенно мне нравится в комментариях. Вел бы нормальный канал, хуё моё. У чувака ноль подписчиков, два видео. Чувак, я похоже. Твоё мнение очень важно. Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире. Я два вопроса от одного человека, сразу в один всегда читаю. Почему ты о себе мало рассказываешь, как тебе общение с Андреем Мартыненко? С Мартыненко мы не общаемся. Почему? Ну, объясню. Мы с Андреем общаемся только тогда, когда… Мы не друзья, почему? Да, мы не друзья и не знакомые. С Сашей я пытался стать другом, с Андреем не пытались. Мы с ним общаемся только тогда, когда выпадает возможность. То есть он попросил помочь с машиной, мы ему помогли. Он попросил помочь ему с тонировкой, с покраской, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем. Помогли. Он опять попросил помочь с машиной, мы ему помогли. Я считаю его, когда тет-а-тет общение, либо вживую, без камеры, адекватный человек. Ребята, вот, кстати, возвращаюсь к вопросу, что бы ты сделал за деньги. Андрей, всё не припи, всё лично моё мнение, потому что мне глубоко вообще вот так вот. Андрей Мартыненко, Саша Шапик – это люди, которые сделают, потому что Ютуб – это их работа, они поднимают уменные деньги на этом. Мне как бы вообще похуй, что я это сейчас выдал. Там я тоже абсолютно пообрабатывал. Они сделают всё, что угодно. Они уже сделали всё, что угодно. Пьют свои саки, качалки в жопу засовывают. Это пиздец головного мозга, но они охуенно на этом зарабатывают. Если человек действительно готов на это… А ты выпил свои саки, чтобы так зарабатывать? Вот в этом-то и проблема, что не пил бы. А вот так бы мог бы охуенно зарабатывать. Давай сейчас насыщь стакан. Давайте насыщь стакан, а я его не выпью. Нет, давай ты насыщь стакан и не на камеру выпьешь. Проверили всё охуенно. А, не на камеру? Да. Ну это всё меняет. Это всё меняет. Уринотерапия. Уринотерапия, во-первых, не так происходит. Скоро в студии гость доктор Малахов. Короче, что там за вопрос вообще был КП Вилар Таняка? Почему ты о себе мало рассказываешь? Вопрос нет? По-моему, Андрей вообще до хуя очень. Я вообще ничего о себе не рассказываю. Хотя ему бы, блядь, такого рассказать, но… Я думаю, что тебе надо сделать блок воспоминания. Там, где ты рассказываешь что-то. То, что я написал проект в свой айфон, то, что пять человек садят на пожизненное, это только айфон, то, что видел. А то, что видел и делал я, это… Это не то, что Агрей делает сейчас. Давай дальше. По какому? Побразди что-то, побухти. Айтишник Deluxe Entertainment. Вот тебе, блядь. Хуй тебе в сраку. Что тебя вдохновляет? Хотел бы ты знать дату своей смерти? Никита Истеричков. Это всё один комментарий. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляют талантливые люди. Это кто? Я не ощущаюсь им. Хотел бы я знать дату своей смерти? Да. Наверное, я бы хотел, чтобы я понимал, сколько мне осталось. Потому, чтобы в день свои кончины я бы проспал бы. А ты не думал, что в день свои кончины ты уже будешь пять лет как прикован нахуй кровати? Нет, почему? Ну, как вариант. Хотя, всё изменится. Нет, всё, блин, я автондаш, мы, блядь, не знаем, поэтому. И Алина, кстати, хорошая вестись на поводу Андрея Тима и писать про меня всякую хуйню. Блин, у этой же Алины ещё один вопрос. Что тебя раздражает? Назови хотя бы пять причин. Пять причин или пять признаков? Пять причин написано. Ну, так это я как бы не тебя. Меня раздражают люди. Меня раздражают телефонные звонки. Меня раздражает, когда меня обсыпает. Меня раздражает, когда я мало сплю. Меня раздражает, когда я голодный. Меня раздражает, когда я хочу секса, а я его не получаю. Меня раздражает, когда договорился, а второй человек ненадёжен. И он не выполняет свои обещанные, как минимум, обещанные. Смотри, не получают секса ненадёжные люди, это всё раздражают люди. Просто это уже АБВ. У меня колбаска застряла в зубах. Хорошо, что ещё? Ну, в любом случае, я ответил на семь. Их косили пять. Я тебе ответил. Меня раздражает, сука, зима! Ненавижу зиму. У меня уже две вещи. Когда я физически не способен что-то сделать, я пиздец как начинаю беситься. О, достал. Просто я начинаю реально психовать. Вот когда у меня, допустим, болит нога, мне надо бежать. Я, блять, готов асфальт грызть. Не достал. И второе меня раздражает, когда человек не справляется, блять, не с чем-то, а с тем, что он сказал справиться. Вот это меня пиздец как бесит. Да, это когда, допустим, Никита говорит, я буду работать, а потом хоп, и до трёх дня не отвечает на телефон. Продолжаем. Ну, потом я объявлялся, и всё под контролем, просто связи не было. В каком возрасте первый раз поцелался? Я думаю, я поцелался первый раз в детском садике. Я даже помню, я не помню имя, имя Оля погоняла заёба была. Одноклассница моего брата. Я не удивлён, что, блять, именно у вас не поцелу. Одноклассница моего брата. Ну давай поцелуемся, Андрей. Чувак, это было в 4-5 лет. Детский садик. Когда все смотрели друг друга. А, и вы уже её заёба называли? Не-не, заёба она стала где-то в девятом классе. Я не знаю историю, она была одноклассница моего брата. Ну, в каком возрасте ты? Ну, там до десяти. Ну, всё такое поцеловался, непонятный вопрос. Если там да, поцелуй... Типа, чмокнулся, блять. Если именно поцелуй, то... Дискотека в школе... Дискотека! Дискотековека! Ну, для меня поцеловался это предпосылка на секс. Вот это я поцеловался и ой, сейчас я походу потрахаюсь. Я сразу отвечу наперёд, напомню вам, потому что я этот вопрос удалил. У меня первый секс был в 18 лет, а у тебя? В 17. Ииии, да. Ну, когда тебе поздно. А гетеросексуальный секс во сколько? Не было. Так, где Лёха? Вопрос мне вообще не понятен, у меня опять сбились вопросы. Лёха в Нью-Йорке, если вы об этом Лёхе. Скоро... Мэйбл Браш. Я до сих пор пользуюсь, Лёха, твоими щётками. Ссылочка будет снизу под видео. Обещал без рекламы, но вот тебе реклама. За рекламу со своими ссылками. Ну, блин, Лёха делает реально качественный продукт. Вот так вот всё время бухает, блин. Ссылка, ссылка блогер манючить. Обосрал бы кого-то. Эти все ссылки тебя кормят. Меня кормят в клубе, давай. Поэтому давай ты извинишься перед всеми. Ой, ой, а я не знал, как это работает. Твой самый запоминающийся день. Расскажи о нём и почему именно этот день. Ребят, похороны. Любые похороны помню от начала до конца. Я очень много людей похоронил, и это те дни, которые я помню. Я ещё буду помнить свою свадьбу. Запад в руках держал. Землю бросал. Вот, это сильно. Я буду помнить свою свадьбу. Я буду помнить день рождения своего ребёнка. Я спрашиваю, что ты будешь помнить, блин. Помню все. Нам ещё бухать и бухать, давай по делу. Смотри, сейчас я говорю, ты сильно помнишь. А я типа слегка. Ну, отвечай. Наверное, знаете, день, когда я в Таиланде жил, и я работал в очень охуенной гостинице, и у меня просто была не ебаться тусовка. Были люди из королевской семьи. Были миллионеры. Все, я вышел просто утром, вот так с утра на рассвет. На, блядь, на вершине горы стоял вилла и... Стоял вилла. Стоял вилла, да. И я просто вот так посмотрел, блядь. Я готов ехать в Украину, работать учителем, женись на жирной, блядь, дуэрке. И рассказывать своим детям, ваш папа знаете, кем был? В двух словах, ребят, не переключайтесь. Просто мне будет впадло монтировать этот длинный влог, поэтому он будет, по ходу, полуторачасовым, как фильм. Теперь надо выпить, да-да. Сколько там уже? Нет, еще пара вопросов. И что я хотел сказать, что после того, как Никита вышел на горе, вилла, все остальное вот так вот, типа потянулся, тебе кто-то отсасывал какой-то? Ну, уже все было сделано. Уже было сделано. Уже отсылся, да? Да, и потом Никита проснулся над чем-то скользким и понял, что это был словно, и он просто уссался. Кстати, такая история тоже была. Тебе нравится Таня, ребята? Таня очень красивая девочка. Таня очень замечательный человек. Она умная, она образованная. Но она чужая девушка, и это сразу табу. Чужие девушки для меня это как мужики. О, а тебе нравится? Отвечай, тебе нравится Таня? Так я же Таня не знаю. Ну симпатичная девочка, да. Хорошо. Груби, не груби. Да твое дело, мне вот реально это влог. По-моему отвечать. Пьяный влог. Никогда не обратил на меня внимание, вот серьезно. Все, проехали. Блин, и три вопроса подряд от одного человека, сука, ну напиши один комментарий. В какую страну хотел бы полететь? Знать, не знаю, вообще. Хочу объездить весь мир. Я бы хотел помывать на всех пяти континентах. Все, ответил. Опиши кратко твою идеальную девушку. Я понимаю, идеалов не бывает, но все же. Пропускай эту кучу. Чего, давайте. Да я думаю, что нет идеальной девушки, блядь. Вот ты бываешь, о, мне так нравятся блондинки. А тебе же нравятся блондинки. Они-то нравятся, в этом-то и дело. Мне нравятся шатенки. Главное, чтобы барышня не была кучерявая. Рыжая. Чтобы барышня не была плоская. Бедная. Толстая. Бедная вообще, чем я по барабану. Ну типа мне по барабану. Толстая не была. Но если она потолстела, то я ее затрахаю. А то я, блядь, именно богач такой. Бедные чулки, фу, в сторону, блядь. В мою BMW, на хуй ты сядешь, блядь. Короче, она должна быть натуральной. Это очень важно. И она должна быть миленькой. Такой, где-то метр шестьдесят пять ростом. Темненькие волосики, каренькие глазенькие. Так, у меня есть критерий. Чтобы не ебало голову. Это вообще, чувак, это нереально. Все. Если мне внешне понравилась девушка, она не ебет голову. Первую неделю, в течении недели она не ебет голову. Я тебя, правда, зашаю своей девушкой. Встань на колено и я... Если выйдет iPhone 8, ты его купишь? Я вообще на телефоны. Я ходил, наверное, года два, при том, что зарабатывал нормально, чтобы позволить тебе iPhone. Я ходил с черно-белым Samsung, потому что он звонил и отправил SMS. Хорошо, у тебя сейчас в руках, если я не ошибаюсь, Samsung, да? Ну да. Я тебе сейчас даю iPhone. Поменяешь? А какой-то iPhone? Какая разница? Золотой. Нет, я только поменяю на модель лучше. Ну, на то, что дороже. К нам вернулся Тимур. Он разъеден уже, да? Выйдет новый iPhone, я его куплю. С 4s iPhone я постоянно покупаю себе новые телефоны. Ты iPhone 8 будешь покупать? Нет, нахуй iPhone. В феврале возьму 8 Samsung. В феврале будет 8? Да. Ничего себе. Первая девушка, кто была и во сколько? Первый секс? Называй имя, фамилия. Первый секс или девушка? Первая девушка, кто была. А я хер его знает. Ну, секс мы уже говорили. Да ты по-любому помнишь свою первую. Нет, да не секс, секс мы уже отвечали, а им на встречалки. Давай на встречалки ответим, давай сделаем. Какие-то серьезные? Давай, да. Юлька. Юлька? Ну, это очень серьезные. У меня очень серьезные это Аня, а это были самые длинные мои курсы. Первый курс мера. Мои серьезные ребята. Подожди, у меня еще была девушка Яна, которой я сиски помял, и она мне не долго. Это было серьезно, да. Она говорит, сука, она помяла. Пойду подручу. Это в те времена, помните, я запостил фотку там, где я такой потлатенький весь, типа. А, ты там до сиски мял? Ты такой довольный? Аж волосы сидят. Ну? Ну, у меня Катюха. Это первые две серьезные отношения были? Да. Ни хрена себе. Первая любовь. Передай привет. Кать, привет. Любишь ее? Да. Питер. Это в Тайване было? У нас сейчас очень странный вопрос. Смотрите, я его задам, но это относится к топографическим вопросам. Планируете когда-нибудь приехать в Чечню? Да. Why the fuck not? Я почему-то недавно посмотрел видео, как чеченцы режут головы. Это прикольно, давай дальше. Привет, такой вопрос. И знак вопроса. Хорошие у вас там ада и конкурсы интересные. Почему рейтинги твоих просмотров упали в два раза? Контент у тебя интересный, а вот просмотров ни о чем. Это будет интересно узнать, как начинающий блогеров. Ребят, у ребят ничего не падал, у них только растет. У меня упало на пол шестого и... И поехали дальше. Причина такова. Меня залашили в интернете, я решил поступать не как блогер, а как мужик. Смотрите, причина такая. Андрей вписался в движуху, которая позволила вот этому чуваку бесплатно за один, сука, месяц то, что стоит реально тысячи долларов сделать себе 100 тысяч подписчиков за месяц. Со скретч. Со скретч. Со скретч. И понятное дело, что за счет того, что он это все сделал, когда вот этот ресурс отходит от тебя, вот эта батарейка, блядь, то понятно, там все падает. И так как у этой батарейки, блядь, не очень качественные, сука, Мне звонили с офиса ютуба и сказали, что, Андрей, мы видели ваш блог, что вы переживаете. Сейчас ютуб очень сильно поменял... Ну это не оправдан. Они действительно поменяли. Поменял алгоритм рекомендованных, да. И обратите внимание на всех блогеров. Да, у хача немерено просмотров. Больше, чем у него подписчиков. Но у всех блогеров, которых мы сейчас здесь обсуждали, намного меньше просмотров, чем было. Может быть потому, что я перестал появляться в видео. Скорее всего, да. В любом случае. В любом случае. Поехали дальше. В любом случае. Поехали дальше. Поехали дальше. Да, конечно же, ребят, это моя мечта сняться в хорошем, качественном фильме. В каком фильме? Я очень сильно надеюсь, что в ближайшие дни решится моя судьба по поводу... Ты что, долбоеб, из которых уже есть. А, есть? Ну да. Выбери себе роль, которую ты бы сыграл лучше, чем Ленаро Ди Каприо. Волкс Бустрит. Ой, как вот это непредсказуемо было. Дёргся, сука. Да вообще абсолютно любой. Ты в золотах. Нет, нет, нет. А у меня сразу есть ответ готов. Вот он вот так вот пришел. Это не самый лучший. Букина, не на Букина. Вот у него прическа, как у Гены Букина. Область тьмы. Что будет сейчас? У меня этот Энтураж. И сериал, и... Ой, а кого бы ты сыграл? Ну, Винца, ясное дело. Ты Винца? Да. Чувак, это такой же отрешок. А, нет, я на него не сделал. Я в Калифорникейшн лучше бы сказал. А, секун, вонючий. Ты драма. Какая я драма? А что ты лезешь тогда в мои мечты, бля? Лезь в свои. Все, поехали дальше. Дальнобойщик, как Федор Иванович. Ты вообще сошел. Ты уже, блядь, ну... Я сошел, как Федор Иванович хуи собирает по дороге. Гляньте у моего брата, крайний влог... Не скучный понедельник. Не думал... Питер, сколько там вопросов уже? Вот этот и пьем. Вот этот и пьем. Подожди. Не думали ничего в Польше открыть. Мы нуждаемся. Наших мест практически нет. Бла-бла-бла-бла-бла. Ресторан недавно открылся, и люди счастливы. Ребят, ничего не хочу в Польше открывать. Вообще, странный вопрос. Я бы открыл что угодно, в любой стране, только скажите, что открыть. Хоть мы с братом имеем польские корни, у нас все прадеды... Вот там поэтому это спрашивается. Кстати, польские корни мне не помогли получить польскую визу. Бля, ты доигрался? Ну давай теперь дальше рассказывай про польские корни. Поменьше пиздеть надо. Так плацать тебе надо. Так надо меньше... У него корни крашены. Алло. Короче, надо попросить Диму какого-то... А ты же это кто? Витва или Латвия? Спасибо. Юрман, а где? В Латвии. Малдис-Пенш. У меня у дедушки фамилия Тиммерманс. Ооо, если бы у тебя была возможность стать президентом, что бы ты в первую очередь сделал. Легализовал наркотики! Я бы тоже убрал бы налоги и... Что-то в боё... Вообще, я бы тогда повысил пенсии, убрал налоги, зарплату и чтоб никто не работал. Я бы посадил абсолютно всех чиновников, всех областей. А ты уверен, что чиновники не посадили бы тебя раньше? А как? Я президент. А да, у нас какая система? Не парламентская, случайно? Парламентская, ну какая разница? Я стал президентом и сделал её... Какая разница? Одна даёт, а других, бля, чиновники сажают в тюрьму. Да, слышишь, мы тут не обсуждаем, в какой стране я стал президентом. В смысле? А в какой бы ты ещё, нахуй, стал? В Польше? В Гирляндии. В Польше ты бы разбился на самолёте, у них там уже было. Поехали дальше, блядь. Короче, я бы посадил бы, вот просто я вот так шёл бы и посадить, посадить, убить, убить. Я бы принял закон, как в Китае, всех, кто берёт взятку больше 100 тысяч и в Корее. О, да, вот и, блядь. Дык, дык. Ребят, что за вопрос? Ты сразу купил такой джип или ты его сам таким сделал? На дороге валялся, прикольно. 8 лет назад наш отец купил... А, подожди, мы ещё не выйдем, я уже, блядь, пропускаю. Да, пропускаю, я пьяный. У меня есть, у меня есть. Я пьяный, я пьяный каху. Ты давай не зайдем. Димончик, вопрос тебе. Сейчас, батя наш сделал. Давай, чувак, давай яд. Садись сейчас, вопрос к тебе. О, на, Дим, садись, бери. Не-не-не, мужик, ты шо? Назовись на инстаграм на камеру. Эй, ты меня уважаешь? У тебя нет инстаграм? Ты шо, меня не уважаешь? Закрой дуло своё. Назовни дуло. Да ему ничего не было. Димон не горчит. Димон не горчит. Сколько тебе лет? Двадцать. Они перешли, поехали, давай. Нет. Ну, инстаграм нет смысла писать, но давайте... Так, ты будешь пить или шо? Чё ты сел туда? Так, вопрос к тебе. Есть в планах пригласить Дневник Хача на фан-встречу? Что посоветуешь для старта влогов? Ой, это именно к Димончику вопрос. Дневник Хача, старт влога. Жлобы, вы рады. Я пойду пописать, надо выйти. Подожди, я ответил на вопрос. Да ты вообще залепите нахер отсюда, блядь, работать. Заебал официально высадить. Надо чем-то его заманить. Да, чем? Смог бы ему кальян сделать, допустим, на... Какой он любит. Само Хача? Стойками заманят. Вкуснее, дымнее, насоснее. А вот какой бы ты кальян бы ему сделал? Я бы покрепче. Да нет, покрепче, я понял. Это... Двойное яблоко сразу. То есть минимальная зарплата. А на чём? На глине. На глине, да. На глине? Да, я уже шарю эту тему. Это классно, типа? Это крепко. Это ВШ. Это профессионалы. Это профессионалы. Глина. Амиран, к Димончику на глину придёшь? Уважение! Пей. Всё, пей. Можно этот поправить. Так, хорошо. Ребят, я бы с удовольствием Амирана пригласил на встречу, но в Москве. Ты что, прикалываешься? Если бы ты мог быть фруктом, то каким? Отвечай. Банан. А я апельсинки люблю. Есть бумажка. Сколько свободного времени ты имеешь в день? А он берет бумажку тут. Смотришь? Сколько свободного времени ты имеешь в день? На самом деле, я, наверное, весь день имею свободного времени. Примерно то же самое. Но когда появляются проблемы, их надо решать, и они иногда забирают у меня очень много времени. Либо когда у меня есть напоминание в телефоне, именно напоминание. Вот, смотрите. Вот это вот мои напоминания. То это забирает у меня целый день. Всё, что записано в телефоне, забирает у меня целый день. Ты вывел? Да, у меня есть вон полный. Да ты ничего не пьёшь. Смотришь, я тоже вот так всё равно. Тупо такие гайки будут, походу Мы драйверы вызовем или на такси пойдем? Драйвер Так, опять топографический, про львов Да, планируем Как относишься к хейтерам? И я тоже самое, прикольно Месяц назад парился, сейчас мотивируюсь Пишите больше гадостей Вот прям здесь, вот сейчас В какой программе ты делаешь текстовые обложки своих видосов? Я не буду отвечать, потому что я обещал Саше не отвечать на этот вопрос Никогда и никому Брат в фотошопе, да, он на него выучился Фотошопер Тебе действительно нравится Таня или это все ради пиара? Таня хороший человек, я вам уже ответил Поэтому давай не буду отвечать на этот вопрос Не было никакого пиара по поводу того, что она нравится Ты, блядь, будешь греть? А ты что, будешь тоже греть? В логе с Шариком, это был пиар-ход Нет, пиар-ходом было то, что я ему написал Хочу прерол у тебя в видео А дальше он предложил сниматься, дружить, помогать ему, помогать мне и все остальное Это была попытка создать дружеские отношения Они не заладились и нет лягания Кстати, я вам потом вся в обои расскажу, как все было на самом деле Тебе нравится новая песня Бузовой? О, да, он на LG, я не знаю Но вот это, Бузова моя, два бриллианта, три карата Каким видом спорта занимался в детстве? Да хуя Баскетбол, футбол, рукопашный бой А каким ты занимался до чего всего? Там по году все было А, ну такое, все сразу не хуя толком И спортом, наверное, все На санках катался Шахматы Я семь лет занимался народными танцами Да ладно Чувак, шпагатал, упасил, 37 концертов от Маслова А ты? Плавание Какое плавание? Шесть лет, четыре года плавания, два года водное поло, попал в Бинушскую сборную в Украину Расскажите, какие дальнейшие планы в Клубе ТВ? Рассказывай ты Дальнейшие планы? Мы открываем Одессу этим летом Если Бог Нагайцев даст добро Да, Дима Нагайцев, смотрите крайний влог Жизнь Би Он его провел полностью Если Дима даст добро, мы откроем Одессу А самые ближайшие планы это провести в Клубе ТВ Music Collection Блин, подашь диски? Мисс в Клубе ТВ, да Жлоб Чуть позже мы вам покажем У нас есть вот прям очень много планов Нет, давайте потом В Клубе ТВ Авардс нам еще годик нужно, чтобы так вырасти Какие планы на 2017? Не сдохнуть Получить визу Уехать в Штаты Не сдохнуть Реально, я не шучу О, Ершоп задает вопрос Дядь, гейпорно за пять раз снимешься? Пять раз? Пять рублей, я думаю, пять рублей это пять тысяч долларов Рикса миллиона, а ты проезд? Нет, пять тысяч долларов Да хуя, а я понял, сколько это это хуя? Я тоже не снимусь Чисто типа пиццу принести, посмотреть вот девица, да В ей порно Да нет, в ей порно трахнуть кошечку, отрезать себе ручку, это все не то Это такое, знаешь, это типа, блядь, я заработал пятерку, но я больше не человек Хэй, пойду, блядь Ты общаешься с Шапиком? Да пиздец, блядь, каждую часть под подборкой плачет Крайний раз я написал Тане сообщение, пригласил их на Клубе ТВ три года Таня ответила, сказала, что, к сожалению, они не могут прийти Кстати, у нас тут четверо в комнате Что бы ты изменил в себе, неважно, внешность или характер? Таня ничего не менял бы И я бы не менял, ну, кроме что, типа, залысины поубирал бы А ты поменял бы нос, сиськи, члена трахил, да, да, зуб О, кстати, да, я бы вставил себе зуб, было бы неплохо Оказывается, вставить зуб, это пиздец, как на пряжи В каком фильме хотели бы сняться, это мы ответили Андролли Выбить или комиксы? Обожаем, особенно наш друг Андрей Мы ему постоянно дарим комиксы, я ответил на этот вопрос за всех Давайте допьем это все Давайте, ничего, что ты один не допил Я пизжю А у тебя какой-то там чай, блядь, свой пил Я два выпил на баре только шоу А да? А ты заснял это на камеру? Не, зачем Поехали дальше Чувак, я только шоу прокинул салют Ты когда ходил, мы второе наливали уже Да, блядь Да ты на видео глянешь, ты когда подавишь, пиздой воняет Экспресс вопросы были Потому что это от тебя веет, тебе спадает А ты когда пиздишь, ну нормально закрывать А ты пососал и все? Вот, я же говорил У меня как у меня тут Сколько же ты сосал на баре вот таких Что делать, если нравится девушка? Подойди, возьми вот так записку Дальше по ситуации Чувак, это в какой-то книге было Вот эта русская литература Что, блядь, я сейчас не вспомню Но на смерть это очень серьезный какой-то классик Например, это пример какой-то аристократки пожилой Которая когда умирала, она сказала Единственное, о чем мы не жалеем при смерти, это наши ошибки Ой, какой ты молодец Ты общаешься со всеми, кто подходит на улице? Да Все, кто подошли ко мне на улице Кто не назвал меня Тружком Я тех уважаю, люблю, ценю, фоткаюсь Кто назвал меня Тружком А как меня зовут? Да Тружковский А, ну тогда давай сфоткаемся Ну Ну все Я закончил Это все, ваше честь Ты общаешься? Да, со всеми Кстати, к нам недавно подошла девушка Просто спросила какую-то хуйню Моя, что ли кофе угостит? Да Кстати, да Посидела с нами, ну ладно, я пошла Ну давай Ты бы смог сейчас зайти и без разрешения поцеловать девушку? Легко Вообще элементарно Ну типа, если она мне нравится, то почему бы не Да Только если там пять хачей рядом с ней стоит Здоровых Пиздун Ну реально, в любом случае пиздун Ну пиздун Даже если там один будет Он же тебе задания давал Ты, Питер, сказал не трогать тебя, потому что там мужик стоял Так что не надо пиздец своим, блядь, полосатым ртом Да, потому что Панас с чуваком Так давай я пойду прогоню, чувак Не-не-не, не надо, я тут работаю, потом проблемы будут От колбаски Прикольно Тимми облупы Так, ты служил в армии, если нет, то почему? Я предлагаю, вы пропустите мне Не-не-не, я не против сатурки Но не здесь, а кулакиши, это запрещено Я не служил, потому что у меня грыжа, у меня разрыв груди, у меня... Я уже не призывного возраста Нет, с семнадцати до двадцати одного я был в институте С двадцати одного до двадцати пяти я косил А, Никита? У Никиты проблемы с этим, но мы их решим в любом случае Давайте скажу так, я хотел служить, я подписал контракт, все дела Но потом Янукович, тебе привет, батя, а чтоб ты, сука, блядь, там ручки не болели Остановитесь! А тогда, хватит, никакой больше армии Я такой, ну и ладно, я тогда останусь в Китае, наверное Расскажи свои первые любви После этого выпил Начисляй Да хер его знает, ну та же Юлька Что ты рассказал тебе, что это? Давай расскажи Единственная любовь и, блядь, вот она его Не, их ты была А, с кем ты потерял девственность, да? От кого ты залетел первый раз? Блин, короче, я расскажу такую историю про Тиму В 2007 году, когда мы все были такими, типа, прибанкованными рок-крутыми А брат был на R&B, он был единственным корешем в нашей компании Помните Андрея из Атласа, который заклепка? У нас была очень большая компания И брат врывается во двор, мы все отпустили в Зеленом дворе, это так называлось И он говорит, ребята, мне срочно нужен презерватив Либо деньги на презерватив Мы, я и Андрей, говорим, денег нет, сори И он говорит, сука, если она залетит, то вы будете забирать себе ребенка Вы будете за ним присматривать и вообще он будет вашим Не залетела И вот он пошел, лишил девочку девственности, и она не залетела Сейчас я расскажу о своей первой двери Никитос, иди ты расскажи, покажи Я уже сказал, расскажи про Галика Ты назвал тупо имя, Хатя, и все, расскажи про любовь А что он рассказал, Хатя? Не выкопление, ты это рассказал? Он про другую рассказал, но он любил ее вообще чумачачи А, Татина был? Да Это он говорил, лимб Я вообще не понял, что ты по лимбе рассказывал Да он у меня и у лимбе попросил денег на гондон Но это была не Юля, это была Вика Ой, я не должен был разум Вика, ёва Если что, добери меня, поговорим обсудим Кстати, прикольно, я даже помню, как ты прятался у нее в шкафу Вот это ты поц, я У меня мама Ну давай Моя первая любовь Это была девушка Аня Я даже не помню, как мы познакомились На Тусе Юа начали общаться Я думаю, Аня комментарий напишет в этом видео, она подробно все расскажет А на 8 марта мы начали наши отношения Я помню, даже фотки есть с этого дня Где-то на старом компе А, блядь, а что такое? Ты с этой не шарил? Я малой еще вообще не мог Я когда контакт года 3 появился, ты в контакте Я говорю, в чём, блядь Короче, я любил человека, а прям не мог, но... Я промолчу дальше Что? Застал? Ну, любил, я делал все, что я мог сделать в своей жизни Что ты рассказывал? Застянулся Я поехал в Ялт на съемки Застянулся аж на 3 года я Ты? Да Это стандартный Застянулся Поэтому я сейчас почитаю, у Андрея было 3 застяга Но сильнее, чем Аню, я любил Катю Я думаю, ты не хотел именно упоминать Нет, чё, нормально А в этом контексте можно, да? Потому что они их и не смотрят, типа Да, этот они посмотрят У меня есть один секрет, который я потом расскажу за камерой ребятам Мне Давай 3D У меня, да, Катя была, я поехал сниматься в Ялта на съемки клипа К Сэндеру, кстати Жене Евтухов И он позвал какую-то свою подругу, диджейку С Ялты И мы там познакомились, потом как-то она приехала в Киев Людка? Ну всё равно Ну всё равно У вас, случайно, нет лишнего билета на сегодняшний концерт? Есть Есть Но тебе он не достанется Эй, отсосать мужику Никит, какая твоя мечта? Тимур, какая твоя мечта? Как попасть на вечеринку в клубе ТВ Бёрзли Пати? Ребят Входа всегда бесплатный, но через год Когда планируешь семью задавать? Можно отсосать Андрею Ремонт заканчиваю на хате и что-то буду думать Да, у брата уже почти закончил ремонт И развалимая И он заведет не семью, а собаку Собаку Кто знает, тот поймет, что такое собака Кто смотрит блоги внимательно Я планирую до 30 лет родить А жена? Она не в курсе Сам буду рожать одиноким папой Давай отвечай Что? Семью когда? Ну 27 хотелось бы пока я вообще не засохну Кого ты смотришь из блогеров? Никого вообще, честно не смотрю Я тоже не смотрю только тогда, когда Никита что-то показывает Либо сидит, смотрит за рабочим столом Я что-то могу услышать либо посмотреть Нет времени, реально Никита смотрит всех А хотя смотрю жизнь бедиться Хотя жизнь бедиться, братья За братья не смотрю Шапика посмотришь Шапика ты по крайней блогу прислал, что он там Ваню вспомнил Аааа спалился, сука ты пиздун редчайший именно Вот посиди, ты тупо пиздинь. Всё-всё-всё-всё, зашился. Что изменилось за 2016 год? Что, изменилось? Нихуя. Ну, блядь, 365 дней поменялось. У меня вообще много чего поменялось. Машина починилась. Комплект одежды. Покрасилась. И у меня земля одежда появилась. Ты вообще снег увидел? Снег увидел, ё-моё. У меня очень много чего поменялось. Вся моя жизнь вот так просто. Тогда последний вопрос и я иду. Только надо будет выпить. Часто вижу в твоих влогах знакомые улицы на Поздняках. На какой улице живёшь? Ахер. На улице не твоё собачье дело, петуша. Григоренко. Это девушка, да. А, нет, это пара. Длинная. Не исключено. Мы живём на улице Григоренко, это правда. Опиши своё детство одним словом. Ахуи. Классно. Игрушки прибиты к полу. Это четыре слова. Хэштег. Наливай. Наливай. Почему ты начал дружить с Шапиком Таней Андреем Юлей? Это был пиар-ход. Смотри вопрос номер 38. Нет, это не был пиар-ход. Просто так совпало. Наливай пепси. Я не знаю, кто такая Юля, если честно. Там в России, что ты пиздец. Самый здоровый пот из всех и больше всех понтует. Вы всё, девочки? Да, да, да. Там ещё ты не докрыл. Давай, досасывай. Давай, давай. Я допил всё. На. Такими же проститутками. Дешёвыми. Поехали дальше. Зачем нужна женщина? Лет, давай майот. Зачем нужна женщина? Это для многого. Ну да, чтоб готовила, чтоб трахалась, чтоб убирала. Девушка вообще там около 70 вещей, 69 посудов. По-моему, кому-то хватит. Ну да, дай короче. Я не хочу. Углеводы. Да я и не хотел. Давай последний вопрос, я пошёл. Бля, ты заебал. Давай потом ещё один последний. А вы помогаете тем, кто пишет вам БВЛС бескорыстно? В смысле? Как это бескорыстный человек пишет? Да, я отвечаю сегодня пацану, как он с девятого класса отвечал, как старт мой бизнес. Иди работай. Как заработать денег? Иди работай. У меня кредитный айфон, что делать? Я тоже иногда помогаю. Утопись нахуй. Бля, кредитный айфон. Таксист Никита. Он мне написал, ну у него был мой номер телефона, я на него заказал. Он мне написал и сделал репост. Я ему искренне желаю счастья. Может быть он даже нарисует нам картину в офисе. Вопрос жизни и смерти, он глупый, но очень важный для меня. Во сколько времени вы родились? А хуй его знает. Я где-то в 12.30 утра. Я вроде как. Я вот раньше. В то же время? В том же месте? Давай вот этот хороший вопрос. Нет, 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 нет. А? Выйди, 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 выйди. Чувак, у нас есть вентилятор. Молчи. Да. Вот, допустим, мы 90 дней до карабаса. Я сломал картину. Чувак, ты что, дебил относись серьезно к этому влогу? Это самый длинный влог вообще, наверное, на ютюбе. Ты, блядь, можешь уважать подписчиков? Ты заебал меня. Ну они тебя любят, они тобой восхищаются. Так я что, отвечаю лучше? Хуйня тупая ты.